Доброе утро! Или как говорите, доброе утро! Вообще-то не такое уж оно и доброе. Меня вообще заклинило левую сторону всю мою, у меня голова не поворачивается. Это во-первых. Во-вторых, время 11 часов, а на улице ощущение, что только-только расцветает. Опять мне приходится стоять впритык к окну для того, чтобы меня вообще было видно в темноте. В-третьих, Полишка сегодня, по всей видимости, стала снимать влог. И она забрала старую камеру, а карточка-то у нас для камеры одна. И я такая думаю, ой, если я буду смотреть на новую камеру, карты-то нет памяти. Поэтому я снимаю на телефон. Муж у меня сегодня уехал за 4 часа езды от города по делам. Очень волнительно, пока не буду рассказывать, зачем он поехал. Но прям переживала все утро. То, что он должен был сегодня сделать, он сделал и уже сейчас едет обратно. Суть в том, что я без машины. Дети с утра уехали с крестным. У Санька сегодня елка в ДК химволокно. Потом его заберет мама одноклассника. Спасибо огромное. Выручит прям нас. И они поедут в Маргариту. У них там будет еще одна новогодняя посиделка с одноклассниками. У них там будет анимация. В общем, дети уже развлекаются. Завтра у них елка в школе. И учиться они, я так понимаю, будут только в четверг. И, наверное, уже все их отпустят. Вот. Польке сегодня тоже надо было ко второму уроку. Но изо всех этих сборов она поехала только к третьему уроку успела. Ну, ничего страшного. Тоже оценки все вставляет. Вроде как Полька заканчивает без троек. Ну, не знаю. В общем, потихонечку сейчас оценки выставляют. Что еще? Я сейчас быстренько весь этот бардак уберу после завтрака нашего. И знаете, что я вам хочу показать? Я хочу вам показать, что мы заказали моим родителям на Новый год. Новогоднее оформление, кстати, у Полинки на канале. Можете посмотреть. У нее вышло совсем недавно видео про то, как мы оформили в этом году дом. И почему хочу показать про подарок именно родителям? Потому что у них нет Инстаграм, Ютубов. И они вообще далеки от всей этой информационной технологии. От этих. Вот. Поэтому мы с вами поделимся. Может быть, для кого-то будет идея подарка. Так что сейчас вернусь. Это моя вторая чашка кухни сегодня. Я не могу проснуться. Ну что, кофеечек на меня подвистывал. И я готова вам показать. Вот эта черная коробка. Ничего не видно. Несем туда, где более-менее светло. Вот скажите мне, у вас бывает такое перед Новым годом, что вам хочется закрыть глаза и открыть их только тогда, когда уже пора садиться за стол с оливьей и шампанским. Мне так хочется. Вот такая вот коробочка. Конечно, родители всегда говорят, что им ничего не надо. Но я уже говорила, что мы хотим продать в этом году, разменять квартиру. У них будет, я надеюсь, уже в самое ближайшее время своя уютная квартира, в которую я буду помогать, прижать, убираться, потому что родителей уже сил нет. Поддерживать порядок в огромной квартире сил нет, здоровья нет. И, конечно, им не хочется. Вот, и поэтому в этом году я с Димой долго мы советовались. В общем, в самый последний момент решили все-таки подарить родителям подарок. Пусть они будут возражать. Говорить, а зачем вы, что? Мы решили им подарить пылесос беспроводной. Да. Я очень долго выбирала. Мне очень важно было, чтобы он быстро-быстро пришел, потому что сейчас перед праздниками загружены просто все интернет-магазины, доставки. Такой хаос творится, потому что люди прочувствовали, как быстро, выгодно заказывать все через интернет и удобно. Поэтому сейчас, конечно, хаос прямо там творится. Но пришел вовремя. Его останется только запаковать в красивую упаковку. Вот. И положить родителям под елочку. Что ж, упакован качественно. Мойте открывать. И еще. Вот эта фирма, Morphe Richards. Вообще, я с ней была до этого не знакома. Но, почитав в интернете, поняла, что фирма такая существует очень давно. И в Британии это фирма номер один по технике для дома. Вот так вот. Гарантия 2 года. Он такой достаточно простой. 30 минут. Видите, батарейка. Супер легкий. Бесшумный. В общем, малопотребляющий энергию. Давайте-то, давайте. Модель, которую заказали мы, вот такая. 734-005. Это самая простая модель из всех представленных на сайте. Ну, потому что родителям, в принципе, ничего не нужно, кроме того, чтобы просто взять, пропылесосить, не наклоняясь и с возможностью достать в какие-то углы. Любитель пакетиков, естественно, уже сидит здесь. Морис, что вы можете сказать? Морис. Ему нравится. Так, надо запомнить, как здесь все лежало, чтобы потом упаковать обратно, аккуратненько. Собирается очень легко. Вот я ставила уже аккумулятор у меня тут под локоточком. Сейчас присоединяю сам шланг, так называемый. Видите, там усиленная тоже вся конструкция. Очень просто все защелкивается. Из насадок здесь вот такая вот турбо-щетка и щелевая щетка, которую можно пропылесосить, где-то какие-то уголочки. В принципе, вот для моих родителей больше и не надо. Еще одна помощница ко мне пришла. Делька, сарделька. Переходник. Максимальной мощности 10 минут работает пылесос, заявлено. Еще, что достаточно, чтобы достаточно большую площадь пропылесосить. Кстати, здесь фильтр стоит, четырехступенчатая очистка. В общем, там какая-то система, почитайте на сайте. Я вам ссылочку, кстати, на пылесос оставлю внизу, в описании под этим видео. Переходите, читайте, изучайте. Вот, а я пошла пробовать пылесосить. Батарейка, кстати, показывает заряд аккумулятора. Очень удобно в руке, удобно нажимать. И, в общем-то, вот эта щетка может залезть в щелочку меньше 50 мм. Она такая очень динамичная, подвижная. Крутится во все стороны. И все выглядит очень даже надежно. И чистка контейнера производится с помощью вот этой вот кнопочки. То есть вы ее нажимаете одной рукой, и контейнер вниз отщелкивается, и все вываливается. Контейнер, кстати, он гораздо больше, чем на многих моделях. То здесь 0,5, а не 0,3. Вы, кстати, можете посмотреть с ранее со мной. Мама у меня маленькая. Я думаю, ей все равно будет удобно держать. Я думаю, что будет пылесосить папа. Папа у меня любит эти штуки. Все, пошла я все собирать обратно, отмывать. И бегу на работу. Кстати, забыла вам сказать, из вот этого обычного пылесоса его можно превратить легко вот в такой вот пылесос для того, чтобы, допустим, пропылесосить где-то в машине. Или кресло, диваны пропылесосят во все щелочки залезть. У меня родители любят кушать не на кухне. Вот тоже классная штука, потому что приезжаешь все время носа во всех зелях. Вот видите, здесь нарисовано, что пылесосить в машине. Цветочки мои заливают, но они, кстати, достаточно долго простояли, учитывая, что у нас очень сухо. Такие они нежнятины, они даже когда завивают, такие красивые, поэтому я их не выкидываю. Фиалка моя отсвела. Осталась серединка тут. Какой-то у нее перерыв видно. И этот букетик тоже уже такой сдается, но все равно пока радует мой глаз. И елочка, там наши окна грязные. Если я успею, то я до Нового года, если будет такая теплая погода, то эти два окна постараюсь помыть, ну потому что вообще ужас. Кстати, по поводу новогодних подарков, Санек наконец-то написал письмо Деду Морозу в таком готовом конвертике. Вот, он сначала хотел суриката. Я когда об этом узнала, чуть посадок не выпало. Мамочке, я очень хочу Деду Морозу попросить суриката. В общем, долгими разговорами и объяснениями пришлось ребенку убедить в том, что сурикат это все-таки не совсем домашнее животное, что ему будет у нас не очень комфортно. Вот, что... И нам с ним будет не очень комфортно, как бы не хотелось. Вообще, в итоге он другое заказал. Вот, и что, я уже знаю, что я подарю мужу на Новый год. Ну, естественно, говорить не буду, потому что муж может посмотреть видео. Муж, привет, если ты смотришь. Я тебе ничего не скажу. А, полишки тоже пока с подарком мы до конца не определились, но есть очень хорошая идея. Вот, но... Она хочет, конечно, компьютер, но она на него копит. И мы в конце года, если этот учебный год закончится хорошо, мы ей добавим в качестве поощрения. Вот, а на Новый год, конечно, мы что-то купим другое. Вот, она очень хочет компьютер, и на него копит денежку сама. Вот, а я хочу на Новый год. Дедушка Мороз, принеси мне микрофон со штативом на Новый фотоаппарат. Вот так вот хочу. Да, такие вот подарки хочу. Но их еще нет даже в продаже, между прочим. Но они крутые. Хочется уже все это вместе совместить, попробовать. А еще Санька пригласили на день рождения. Одноклассник. Гулёны, то ёлки, то дни рождения, то гости. Мне-то такую жизнь. Все, я на работе. У-ху! Мне клиентка подарила конфетки. Но я не ем шоколад, поэтому вот клиентов угощаю своих. Так приятно. И розыгрыш у меня кремов проходит. Разыгрываю крема. А вообще... Ой, моя гирлянда. А вообще на улице такое туманище. В такси не сняла, потому что очень тонированные стекла там были. Видите, прям серость и туман. Фу! Фу-фу-фу-фу-фу. А мы с вами будем работать до самого поздна. Сижу, отдыхаю. У меня осталась одна клиентка. И я поеду домой. Но, скорее всего, домой мне тоже придется ехать на такси. Потому что Дима сказал, будет еще работать. Что-то у меня совсем нет сил. Прям вот нет силы. Все тут, что делать с этим. На улице слякоть. Туман так и держится. И 8 градусов тепла. Аномалия, аномалия. Вообще, я очень хочу есть. Я с собой ничего не взяла. Съела две шоколадки. Ну, в смысле, такие мерсии маленькие. У меня клиентка, который привозил, который я вам показывала. Вот. Но хочется кушать. Дети дома. Так что дорабатываю я домой. Ой, у меня нос даже красный. Я замерзла. Марусенька, привет. Поль поставил нам воду под макароны. Потому что Коля вам помахала. Вот, маши сёртвы. Потому что не было макаронов, оказывается. А очень хочется есть. Голодные. Едим голодный, я голодная. Вот, Аняк, оказывается, спит. У него сегодня столько впечатлений после утренника, что ребёнок просто вырубился. И мне, кстати, сейчас последний Гленка как раз рассказывала, что у неё тоже у сына сегодня был утренник. В пятом, по-моему, классе он. И... Ну, утренник. В смысле, ёлка. И тоже его уснул. Спасибо. Вот. Так что сейчас будем кушать. И пойдём отдыхать. Потому что завтра мне в 8.30 она уже будет на работе. Как я в школе? Ага. Завтра 5 срок будет. Годит, да? Да. Скоро будет закончить уже эти уроки и всё. Всё. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. И совсем скоро уже увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!